Как говорил персонаж Роберта Данира из фильма «Ирландец», сейчас молодые люди не знают, кем был Джимми Хоффа, понятия не имеют. Может быть, слышали, что он исчез, и на этом всё. Но в то время, в 50-е годы, он был знаменит как Элвис, а в 60-е как Битлз. В этом видео я познакомлю вас с лидером самого могущественного профсоюза Америки Джимми Хоффой и расскажу о его таинственном исчезновении, точные обстоятельства которого по сей день остаются не раскрыты. Джеймс Ридли Хоффа родился 14 февраля 1913 года в городе Бразил, штат Индиана. В начале 20 века здесь был центр угольной промышленности штата. Его отец был шахтером. Он умер от болезни легких, которую заработал на производстве из-за жестких условий труда. Супруга и пятеро детей, из которых Джеймс был третьим, остались без кормильца. В 1924 году бедствующая семья перебирается в Детройт, промышленное сердце Америки. В Детройт стекались эмигранты и рабочие со всей страны. Так что неудивительно, что коренным детройцам это было не по душе. Несмотря на то, что Виола Хоффа трудилась на двух работах, денег семье все равно катастрофически не хватало. Поэтому в возрасте 14 лет Хоффе пришлось бросить школу и устроиться грузчиком в овощной магазин. В 1929 году происходит обвал цен на фондовой бирже Уолл-стрит. Это событие станет началом международного кризиса, который войдет в историю как Великая Депрессия. В стране подскочил уровень безработицы и резко упал уровень производства. В это ужасное время, когда толпы безработных в городе безуспешно штурмовали биржи труда, Джимми Хоффа входил в число тех немногих счастливчиков, у которых была работа. Но он все равно был возмущен произволом, который устраивали управляющие его предприятия. Как впоследствии вспоминал сам Хоффа, нам платили 32 цента в час. Но суть была в том, что платили только за тот час, когда грузчики работали, а большую часть они просто простаивали. Если приезжала машина и ее требовалось разгрузить, управляющие задействовали лишь небольшую группу. Остальные же рабочие просиживали весь день, ничего за это не получив. Но никто не уходил, потому что боялся потерять и это место. Рабочие постоянно бастовали, но акции протеста не приносили результата. Потому что администрация предприятий прекрасно понимала, что недостатка в новой рабочей силе нет. Поэтому с бастующими бригадами не церемонились. Если забастовка выходила из-под контроля, нанимали так называемых штейкбрехеров. Это были либо представители власти на подработке, либо бойцы криминальных структур, которые подавляли очаг забастовки силой. Хоффа больше всего ненавидел именно этих штейкбрехеров. В 32-м году 19-летний Хоффа впервые участвует в организации забастовки. Хоффа подгадал для этого наиболее удачный момент. В его бригаде требовалось разгрузить партию скоропорчащегося товара. И Джимми предложил коллегам этим воспользоваться. Он понимал, что если товар не разгрузить вовремя, то партия придет в негодность. Компания понесет потери и средств, и клиентов. План сработал, и руководство организации сразу пошло бастующим на уступки. Компания увеличила рабочим почасовую зарплату. А на амбициозного Джеймса обратило внимание интернациональное братство водителей грузовиков. Братство это называлось International Brotherhood of Timsters, или сокращенно IBT. IBT в то время уже был известный профсоюз водителей, который активно развивался вместе с ростом автомобильного сообщения в стране. Логотип профсоюза украшают головы лошадей в упряжке, потому что первоначально организация зародилась из объединения водщиков гужевого транспорта. Хоффа был принят в состав этого профсоюза. В составе этого братства он принимал участие в ожесточенной рабочей борьбе. Во время стычек часто случались летальные исходы. В ход шли все подручные средства. По признанию Хоффы, только за 35-й год он был избит добрую дюжину раз. Пришлось однажды даже напасть на Пурпурных. Пурпурной бандой в то время называли самую известную еврейскую мафиозную группировку Детройта. Джимми успешно удавалось вербовать новых членов братства благодаря своей харизме и рьяной приверженности общему делу. Также Хоффа решил наладить связи с мафией. Хоффа видел в подобном союзе возможность усилить свои позиции, поэтому и предложил мафии сделку. Если мафия откажется поддерживать предприятие и будет сотрудничать только с ним, то взамен они получат часть бизнеса профсоюза. Мафия приняла это предложение. Несмотря на то, что Хоффа был теперь тесно связан с мафией, он продолжал работать на братство водителей, не жалея сил. Благодаря своим усилиям он зарекомендовал себя даже на государственном уровне. Если был необходим жесткий и бескомпромиссный подход в решении проблемы, профсоюз звал на помощь Хоффу. В 1936 году Хоффа женился. Свою будущую супругу он по иронии судьбы встретил на уличном пикете. В браке у них родилась дочь Барбара и сын по имени Джеймс. Во время Второй мировой войны Хоффе разрешалось не служить в армии, потому что его деятельность в профсоюзе считалась важной для государства. После войны Хоффа был назначен главным представителем всех профсоюзов-водителей для проведения переговоров в центральных штатах. Когда в США после Второй мировой войны начался резкий рост производства, у профсоюзов также появилась возможность на этом неплохо заработать. Все, кому требовалось перевезти товары по стране, были вынуждены пользоваться услугами профсоюзов, потому что если они отказывались, то Хоффа устраивал забастовки. Хоффа имел тесные связи с влиятельной криминальной семьей Буфалино. С 1949 года во главе этой семьи стоял Рассел Буфалино, персонаж Джо Пеши. А Рассел Буфалино заработал себе имя в преступном мире после того, как ему удалось освободить 58 боссов, которые находились под следствием. Адвокат Бул Буфалино, этот персонаж, кстати, тоже фигурирует в фильме, и Рассел Буфалино на самом деле не были родственниками. Рассел просто позволил ему использовать свою фамилию, чтобы Билл, который и вправду являлся отличным адвокатом, быстрее набирал себе клиентуру в криминальных кругах. На службе у Рассела Буфалино также состоял Фрэнк Ширан по кличке Ирландец. Ирландец выполнял обязанности штатного киллера семьи. Между ним и Расселом завязались крепкие дружеские отношения. Возьми. Ага. Это Фрэнк? Да. Привет, Фрэнк, это Джимми Хоффа. Первый разговор ирландца и Хоффы по телефону был именно таким, каким его показали в фильме. На вопрос Джимми, я слышал, ты красишь дома? Фрэнк ответил, да я еще и плотничать могу. Многим зрителям после просмотра фильма стало понятно, что выражение «красить дома» на криминальном сленге означает «убивать за деньги». Но не все поняли, что имелось в виду под словами «я еще и плотничать могу». Эта фраза означала, что в случае необходимости я могу избавиться от тела и замести следы. Что касается истории становления ирландца, она показана в фильме очень правдоподобно. Фрэнк пережил Великую Депрессию и прошел Вторую Мировую Войну. А вот что касается внешнего сходства Де Ниро и настоящего Фрэнка Широна, то здесь, конечно, создатели фильма позволили себе много вольностей. В реальности ирландец был настоящим громилой. Его рост составлял 194 сантиметра. Рассел и Хоффа были значительно ниже его. По признанию ирландца, ему приходилось общаться с ними, наклонив голову. Особенно с Джимми Хоффой, рост которого составлял 166 сантиметров. В фильме очень смешно выглядит сцена, где престарелый Де Ниро избивает владельца лавки. В реальности ирландец был не только высокого роста, но и довольно массивного телосложения. Поэтому, когда он принимался решать проблемы с силой, таким смешным, как на экране, это не выглядело. Со временем факты о коррупции, жестокости и связях с мафией сделали Хоффу мишенью номер один для комитета Сената США по незаконному труду и управленческой деятельности. Роберт Кеннеди, восходящая звезда юриспруденции и по совместительству брат будущего президента, был решительно настроен привлечь Хоффу к суду. Но как Кеннеди не старался раскрыть связь Хоффы с организованной преступностью, он так и не смог его разоблачить. Однако Роберту Кеннеди удалось посадить за решетку действующего президента профсоюза Дейва Бека. В марте 1957 года Дейва признали виновным в уклонении от уплаты налогов. Через несколько месяцев и Хоффа предстал перед судом за попытку подкупа адвоката комитета Сената США. Но вскоре он вышел на свободу, полной решимости баллотироваться на пост президента профсоюза. Не имея серьезной оппозиции и являясь фаворитом выборов, Хоффа выиграл с подавляющим большинством голосов. Но несмотря на победу, он столкнулся с серьезными проблемами. В соответствии с указом суда, Хоффа не мог занять свое место, пока не даст ответы на некоторые вопросы следствия, связанные с коррупцией. Следствие предполагало, что Хоффа добился президентского кресла профсоюза обманным путем, подделав результаты выборов. Но несмотря на все эти обвинения, в октябре 1957 года Хоффа занял свой пост президента профсоюза. 22 ноября 1963 года был убит президент Соединенных Штатов Америки Джон Кеннеди. По версии которой придерживается фильм «Ирландец», за этим стояла мафия. И на самом деле в пользу этого говорят некоторые факты. Отец будущего президента Джозеф Кеннеди был не самым честным политиком. Джозеф принимал непосредственное участие в рыночных манипуляциях. Он разработал для Рузвельта специальную методику для лицензирования, которая послужила толчком для создания комиссии по ценным бумагам и биржам. Джозеф знал, как влиять на рынок и был тесно связан с мафией. Мафия же впоследствии поспособствовала победе его сына Джона Кеннеди на президентских выборах 1961 года. В Чикаго и Луизиане мафия смогла добиться большинства голосов в пользу Кеннеди. В благодарность Джон Кеннеди должен был выполнить ряд обязательств перед мафией. Но он отказался от всего этого и выступил с войной против синдиката. Поэтому мафия его и убила. Однако правительство США не считает версию о причастности мафии к убийству президента официальной, потому что не хочет очернять имя Джона Кеннеди. Джимми Хоффа был одним из тех, кто был рад смерти президента. Когда один из его помощников во время общенационального траура позволил распорядиться приспустить флаг на штабе квартиры профсоюза, он был немедленно уволен Хоффой. В 1964 году Хоффа заключил соглашение о грузоперевозках, которое объединило более 400 тысяч дальнобойщиков. Так как планы мафии на собственную индустрию азартных развлечений на Кубе провалились, потому что у правительства США не вышло свергнуть режим Кастро, то Хоффа решил использовать пенсионный фонд профсоюза как банк для мафии. Оттуда мафии начали выделяться деньги на строительство казино в Лас-Вегасе. Про то, как мафия действовала в Лас-Вегасе, у меня есть отдельное видео на канале. Несмотря на то, что Роберт Кеннеди потерял большую часть своего влияния после смерти брата, он все еще надеялся привлечь Хоффу к суду. Роберт Кеннеди был возмущен тем фактом, что такой нечистый на руку человек, как Хоффа, до сих пор руководит профсоюзом. В конце концов, Хоффу обвинили в подкупе с использованием средств профсоюза. Однако у Хоффы была настоящая армия из адвокатов, которые привозили в суд шкафы с миллионами архивных документов, чтобы быть готовыми предоставить доказательства в пользу своего подзащитного. Но Роберт Кеннеди все равно вцепился в Хоффу мертвой хваткой. В марте 1964 года Хоффа был приговорен к 8 годам лишения свободы за подкуп суда присяжных. Спустя 4 месяца он был приговорен еще к 5 годам за коррупцию и мошенничество. Хоффа подавал на апелляцию в течение двух лет, но все было безрезультатно. 7 марта 1967 года в сопровождении 4 адвокатов Хоффа прибыл в здание суда США в Вашингтоне и отдал себя в распоряжение представителей правосудия. Его посадили в федеральную тюрьму, но адвокаты продолжали уверять Хоффу, что он не проведет за решеткой все 13 лет заключения. Несмотря на все свое могущество на свободе, в тюрьме у Хоффы не было особых привилегий. А на своем посту в профсоюзе Хоффа оставил старого друга Фрэнка Фиттсимонсона, с условием, что Фиттсимонсон вернет ему место, когда выйдет на свободу. Однако, как это обычно бывает, от власти очень сложно отказаться. Пока Хофф отомился в тюрьме, Фиттсимонс так увлекся управлением профсоюза, что начал искать способы закрепить этот пост за собой навсегда. В процессе своей работы Фиттсимонс наладил отношения с президентом США Ричардом Никсоном. В ответ на обещание финансовой поддержки профсоюзов, Никсон смягчил наказание для Хоффы, но запретил ему принимать участие в делах профсоюза в течение 10 лет. Хоффа вышел на свободу в канун Рождества 1971 года, после того, как отсидел менее 5 лет. В тот момент он еще не знал о запрете, наложенном на него. Когда до него дошла эта новость, он был очень удивлен и возмущен. Хоффа был полон решимости расквитаться с Фиттсимонсоном, которого он называл, цитата, «крыса, которая не имеет ни малейшего понятия, как руководить профсоюзом». Хоффа был настолько ожесточен и его настолько переполняли эмоции, что он не мог трезво оценить ситуацию. А ситуация была такова, что после отсидки Хоффа уже не обладал той силой, которой обладал раньше. И уж тем более, ему уж точно не следовало напрямую угрожать мафии. Не только Белый дом был заинтересован в том, чтобы Фиттсимонс оставался главой профсоюза. Мафии также нравилось работать с ним. Фиттсимонсона было намного легче контролировать, чем жесткого Хоффу. Кроме того, Фиттсимонсон пожертвовал 1 миллион долларов в фонд переизбрания Ричарда Никсона, чтобы укрепить отношения с президентом. Несколько раз Хоффа пытался заставить Белый дом опубликовать секретные документы, касающиеся его освобождения. Если бы у него это получилось и выяснилось бы, что Никсон и Фиттсимонсон заключили сделку, то запрет для Хоффы на руководство профсоюзом был бы признан неконституционным. Уверенность Хоффе также предавала то, что в то время многие члены профсоюза все еще оставались ему преданы. Он получал в среднем по 50 писем в день с просьбами вернуться на свой пост. В 1974 году опрос водителей грузовиков показал, что 83% проголосовали бы за Хоффу на следующих выборах президента профсоюза. Но несмотря на такую общественную поддержку, шансы Хоффы вернуться на свой пост равнялись нулю. Чтобы восстановить репутацию, Джимми Хоффа стал выделять средства благотворительным учреждениям. Особенно тем, которые поддерживали детей и бывших заключенных. Но где бы ни появлялся Хоффа, за ним следовало насилие, серия побоев и другие инциденты. Также было совершено покушение на сына Фиттсимонсона. И хотя причастность Хоффы к этому покушению не была доказана, подобные события негативно сказывались на его репутации. К тому же Хоффа испортил отношения с еще одним очень влиятельным человеком из профсоюза Тони Провенцана. Потому что когда Хоффа еще имел влияние в профсоюзе, он отказался повышать этому Тони Провенцана пенсию. Тони Провенцана это запомнил. И теперь он решительно был настроен не пускать Хоффу в профсоюз. А еще ходят слухи, что он угрожал Хоффе и его семье расправой. Два политических оппонента Тони Провенцана погибли при загадочных обстоятельствах. Так что его слова обычно воспринимались серьезно. 30 июля 1975 года Джимми Хоффа, игнорируя опасения своих близких, отправился на встречу с Тони Провенцана и Тони Джакаллоне. Джимми Хоффа планировал заключить перемирие с Тони Провенцана и заручиться его поддержкой для продвижения собственной кандидатуры в президенты профсоюза. Местом встречи выбрали придорожный ресторан Red Fox в пригороде Детройта. В 14.15 Хоффа позвонил домой из ресторана и сказал, что его кинули. Это был последний раз, когда Джимми Хоффа выходил на связь. С тех пор его больше никто не видел. На парковке ресторана полицейские обнаружили машину Хоффы. Она была открыта, но без каких-либо следов взлома. Местная полиция и ФБР развернули масштабные поиски. Были исследованы сотни направлений по всей территории США, но никаких результатов не было. Провенцана и Джакалоне были допрошены, но у обоих оказалось железное алиби. Хоффа пропал бесследно. Затем нашелся свидетель, который заявил, что видел, как Хоффа уезжал от ресторана в машине с тремя мужчинами. Позднее машину опознают. Ее владельцем окажется сын Тони Провенцана Джозеф. В фильме этот эпизод показан немного по-другому. Там владельцем машины, на которой увезли Хоффу, был его собственный сын, который по своей собственной неосведомленности принял косвенное участие в убийстве собственного отца. Фрэнк Ширан по кличке Ирландец, Рассел Буфалино и другие представители криминальных семей Нью-Йорка были осуждены по различным обвинениям. Но ни одно из обвинений не было связано с делом об исчезновении Джимми Хоффы. В 1995 году на свободу после 18-летнего заключения вышел Фрэнк Ширан. Из всех подозреваемых в убийстве Хоффы, он единственный на тот момент, кто остался в живых. Все остальные умерли либо от старости в стенах тюрьмы, либо при загадочных обстоятельствах на свободе. В 2001 году ДНК-экспертиза подтвердила, что клочок волос, который обнаружен в машине Джозефа Провенцана, принадлежал Хоффе. Но на тот момент Тони Провенцана и его сын уже были мертвы. Фрэнку Ширану в 2001 году было уже за 80. Его преклонный возраст уже давал полные основания для так называемого признания умирающего. Но ирландец, несмотря на давление со стороны близких Хоффы и агентов ФБР, отказался давать показания и направил всех к своему адвокату. Так и не сумев склонить ирландца к признанию умирающего, ФБР по прошествии 27 лет после исчезновения Джимми Хоффы оставила все попытки докопаться до истины. Дело было закрыто прокуратурой округа Мичиган 3 сентября 2002 года. Близким Хоффе власти выразили свои самые искренние соболезнования. А 14 декабря 2003 года в доме престарелых умер Фрэнк, ирландец Ширан. Казалось бы, последний участник тех событий унес тайну исчезновения Джимми Хоффы с собой в могилу. Но в 2004 году выходит книга «Я слышал, ты красишь дома». В основу этой книги якобы легли личные беседы журналиста Чарльза Бранта и Фрэнка Ширана, которые продолжались порядка 10 лет до самой смерти ирландца. Именно этот первоисточник лег в основу фильма Мартина Скорсеза «Ирландец». Ширан якобы признался Бранту, что именно он застрелил Джимми Хоффу по приказу Рассела Буфалино. Ширан сделал все возможное, чтобы его друг умер быстро и без мучений. Однако многие эксперты ставят эту версию под сомнение. Если учитывать возраст Ширана, то он вполне мог присвоить себе деяния умерших партнеров. Скорее всего, ирландец просто присутствовал во время убийства Джимми Хоффы. Джимми, увидев в машине старого друга, без раздумий сел бы в нее. Существует версия, что убийство совершил очень известный в узких кругах киллер Сальваторе Бригулио. Верна ли версия, которой на смертном одре поделился ирландец? Верна ли версия с участием Сальваторе Бригулио? Как бы там ни было на самом деле, но фраза «найти Хоффу» в современном английском языке стала означать «сделать что-то невозможное». Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.